Семь эпизодов получения взятки выявлено в ходе расследования уголовного дела бывшего заместителя начальника третьей исправительной колонии. Начиная с 2016 года, он дважды изымал у осужденных сотовые телефоны, документы не оформлял, технику оставлял себе. Получал деньги из-за возможности беспрепятственно звонить родным. Разрешил принести на территорию исправительного учреждения телевизор. Свою вину обвиняемый не признавал. Раскрыть уголовное дело удалось благодаря осужденным, которые сотрудничали со следствием. Все осужденные являются бывшими сотрудниками правоохранительных органов, которые занимали места, начиная со следователя, оперуполномоченные и другими. И самое главное, наверное, найти подход к ним, чтобы они дали правдиво признательные показания. Потому что сначально, когда у нас подозреваемый не признавал свою вину, все обстоятельства мы устанавливали с их слов. В последующем, ну, хоть следственные действия, они подтверждали с их слова, то есть обвинение насловывается не только на их показаниях. И уже подозреваемый потом стал с нами сотрудничать. Сейчас расследование уголовного дела завершено. Бывшему заместителю начальника колонии инкриминируются два эпизода злоупотребления должностными полномочиями. Наказание по этой статье до четырех лет лишения свободы. И пять эпизодов незаконного бездействия. Наказание от трех до семи лет лишения свободы. Кроме того, ему, скорее всего, придется заплатить судебный штраф за взятки, которые он получал. Суммы были в одном случае 30 тысяч, в другом 50. Получал имущество незаконным путем телевизора, диспенсера, музыкальный центр. Суммы были путем денежных переводов на карту 5 тысяч 1 рубль. И всего набралось там 30 тысяч у нас. Еще одно дело о взятках, расследование которого завершено недавно в отношении чиновницы, незаконно заработавшей 600 тысяч рублей. Она способствовала продажам квартир в городе Кораблино на аукционах, организованных для приобретения жилья для детей-сирот. Незаконно заработать решил и бывший инспектор ГИБДД Сергей Пучков. Он получил деньги от предпринимателя. Пучков в своем служебном автомобиле в городе Рязани получил от предпринимателя взятку в размере 120 тысяч рублей за непривлечение предпринимателя к административной ответственности. Последний незаконно размещал рекламные конструкции вдоль автодорог. Он также надеялся, что за взятку у него будет общее покровительство в дальнейшем. Преступная деятельность бывшего инспектора была пресечена сотрудниками регионального управления ФСБ России. Пучков признал свою вину приговором суда. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Всего за этот год выявлено 71 преступление коррупционной направленности. Для сравнения, в прошлом году по итогам за 9 месяцев их было 55. Расследовать такие преступления сложно, потому что далеко не всегда пострадавшие соглашаются участвовать в оперативно-розыскных мероприятиях. Кроме того, чтобы доказать вину, нужны записи диктофонов или видео, которые часто и являются основным доказательством вины. Среди лиц, которые привлекаются к ответственности, это самый широкий спектр. Это и 5 должностных лиц органов местного управления различного уровня, и выборные, и заместители глав администрации органов местного управления. Это 6 должностных лиц правоохранительных органов различных. И можно отметить еще такой опасный сегмент коррупции, как дача взяток иностранными гражданами, которые, находясь на территории Российской Федерации, нарушают миграционное законодательство. И при выявлении этих фактов пытаются дать взятки. В этом году возбуждались уголовные дела в отношении лиц особого правового статуса адвокатов, глав органов местного самоуправления, следователя органов внутренних дел. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».